Распрощаться с этой игрушкой Просьба Робзан Ахматович Мы на охоте, вот медведь Скорость увеличили, растворились опять Собаки ушли на 3,5 километра Азар, ты молодец Восток Северного Кавказа Чечня Невероятной красоты природы Охотник Дмитрий Панов в составе группы загонных охотников Попытает удачу добыть медведя в условиях горной местности Охота на медведя в Чечне Дорога Екатеринбург-Владикавказ 45 часов непрерывной дороги 2500 километров Тут назначена встреча с Давидом Здравствуй, дорогой Ты зачем сюда забрался? Лучше б жил в Сургуте Или в Хантах Здесь же охотники готовят оборудование Для начала зашли в местный оружейный магазин Друзья, мы в Владикавказе Сейчас заехали, позавтракали А на самом деле, можно сказать, поужинали Потому что были такие вкусные осетинские пироги Один просто с зеленью, второй с сыром Просто пальчики обижешь Мы в магазине местном Сейчас купили мишени Поедем, пристреляем оружие Когда идешь на опасного зверя Это просто необходимо Быть уверенным во всем Очень важно перед охотой Все-таки пристреливать Потому что у меня, в принципе, не было С собакей никаких вопросов И осечек, и так далее А тут приехал на стрельбище Пристрелять Начинаю пристреливать У меня три осечки Три осечки, почему, думаю Потому что не чистил С весной и весной Забыл почистить А так, представляете Вот медведь бежит А у тебя осечки начинаются Непозволительная роскошь, может быть Ценой в жизни Чувствуется напряжение Среди охотников Как и человек Зверь совершенно непредсказуем Борясь за свою жизнь Даже если есть большой опыт охоты В разных условиях Все может пойти не по плану Нужно быть готовым К любому исходу Девятка Восьмерка Ну, в кабана попаду Медведя тоже Каллиматор Он все-таки на расстоянии 50-60 метров Потому что вот даже Сто стреляешь уже Стреляешь Мишень видишь Но так, чтобы Четко Как допустим В прицел Такого нет Ну, вот из пяти выстрелов Грубо говоря Девятка и восьмерка Ну, шестерка еще А два выстрела Четверка и двойка Я говорю Иди, Давид, будешь корректировать меня Он так Обречен на такой Дал ему рацию Он такой Дай сигарету Принято Я не стремлюсь Чтобы была высока точка Пока стреляю Вот так вот Как любитель Но когда захочется Каких-то точных выстрелов Можно будет Конечно И пойти поучиться Ты попал В десятку На девять часов Ну, я доволен результатом Сначала стрелял С капота С капота Почему-то Ложилось Вот две пули Семерка На Пять часов Вот Потом С упора лежа В итоге Сейчас Десятка На девять часов В принципе Тоже Что кабан ляжет Что Медведь ляжет Со ста метров Ну, со ста метров Повторюсь Достаточно Сложно стрелять С коллиматора Даже со ста метров Когда уже привык С прицелом стрелять С прицелом Конечно Поинтереснее стрелять Все видишь Можно в глаз попасть Пристрелка у нас завершена Завтра поедем на охоту Приехали собакам Купить корму на рынок И ребята Я плачу Вот тебе пишут Кто мне В комментариях Там Тебе не жалко Не жалко Вам не жалко Посмотрите Какая красота Какие буренки Вы их едите потом А я плачу К сожалению Это жизнь Вот этих буренок Красавиц Там И бычков Их буквально На два дня Посмотрите Сколько их Посмотрите Какие глаза Да Ты моя хорошая Вам не жалко Вот такую красоту Кушать Поэтому Комментаторы Которые мне пишут Про не жалко А вам не жалко Вы мясо едите Вот Тоже они такие Мясо на елках не растет Тоже Животное К сожалению Так жизнь устроена Что Мясо человеку необходимо Так что Прежде чем писать Что Что охота Это что-то Убийство Там и так далее Подумайте о том Что Сколько вы мяса едите В магазинах Следующий день Раннее утро Охотники Отправляются В Чечню Из Владикавказа Всю ночь Шел дождь Это отдельное Испытание Отправляясь В горы Дмитрий знает Дорогу Сильно Размывает Село Шалажи Чеченской Республики Тут Назначена Встреча С другими Членами Нашей команды Они станут Ближайшими Помощниками И друзьями На следующие Два дня Без знающих Местность Людей На новой Для себя Территории В горах Можно наткнуться На серьезные Проблемы Все-таки Очень важно Чтобы Воспитание Было Правильным Здесь Чечне Я наблюдаю Воспитание Очень Правильное Рядом Со школой Стоим Все дети В форме Все какие-то Приятные Подошли С уважением Прямо Дети Подошли Здравствуйте Здравствуйте С таким Дети Воспитание Воспитанные Как и предполагали Охотники Дорогу Сильно Размыт Пойдут Только подготовленные Машины Охотники Воспитание Уже поднадевать Термобелье Еще что-то Костюм Идеально Сейчас оставили Собак Загонщикам Мы Соответственно Поедем Сейчас Расставимся По номерам А загонщики Пойдут С моими Собаками Туда Следы Уже Увидели И кабана И медведя В общем Сейчас Пойдем Загонная охота Вид коллективной охоты На которой Добывается Один или Несколько Видов Животных Ее Участники Делятся На две Группы Загонщики И стрелки Первые Гонят Зверя На стрелков Вторые Совершают Выстрел По цели Первый Этап Оклад Главная Цель Которого Обнаружить Следы Дикого Животного Он Проводится Опытным Охотником В вечернее Время На втором Этапе Происходит Расстановка Стрелковых Номеров В коллективе Должен быть Старший Тот Кто отвечает За технику Безопасности И руководит Процессом Если собака Залает Где-то Они его Посадят То тогда Надо Порацию Что я Пошел Если они посадят Гайчики Идут По-любому Гайчики Идут Вверх Если собаки Остановят Остановят Надо Подошел Хорошо Если Останавливать Может с вами Пойдем Если Препарации Шагуливаешь Они остановили Он будет слышен Подойди Шагуливаешь Загоня 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 Начинается Загоня Начинается Первый Первый Гай Слышны Выстрелы 300 метров Далая Собака Медведь Пошел Ниже Там Где-то Прошел Речкой Как я и говорил Похоже Вышел На другого Охотника Сжав Кулаки Дмитрий Высматривает Каждый Сантиметр Леса Не взяли По рации Идут Переговоры С охотниками Команда По рации Снимаемся С позиций Если Николаевич То хорошо У него Камера Есть А если Не сняли Неинтересно Покажем Вот медведь Мы на охоте Вот медведь Вот я Такой герой Классный Убил медведя Посмотрите Все Ставьте лайки Интересно Когда снять Подход Выстрел Вот это Интересно Медведь Рассказывает Вот я Такой Классный Убил Медведя В глаз Это Никому Неинтересно Да Прав я Или не Прав Ребята Напишите В комментариях Все Все Собираются Вместе Охотники Прорабатывают Ошибки В следующий раз Допустить Нельзя Смазал человек Три раза Стрелял Но Смазал В общем Ушел Зверь Спускаться Было Легче Чем Подниматься В горы Тут Километр Кажется За пять Первый Гай Закончен Неудачно Все Собираются Вместе Обедают И Заново Уходят В лес Гай Это что Такое Гай Это Звери Гонять Гнать Да У нас Называется Гнать А здесь Называется Идти в гай Гай Это значит Загон Игнать Не добыли мы Медведя Сейчас Покушаем А вот здесь Посмотрите Пасека Какая Пчелы Плодоносят Все Загончики Загончики Стрельнули Один раз Такое Все Сейчас Пойдется Дверь Собаки Побежали На выстрел Вот так Жили Делали Большой круг Полтора километра Потом Лисунули Сразу На выстрел С быстрой скоростью Бегут собаки Направление Четко На Дмитрия Собаки Кого-то Зацепили Вижу Что Скорость Увеличили Растворились То есть По поведению Понятно Что они Не одни Слышно Сильный грохот Как кто-то Ломится По кустам Оружие В руки Нужно Быть Наготове Медведь Может Выйти Неожиданно Сбоку Попал Два выстрела Дмитрий Бежит В кусты Не видя Куда пошел Медведь Он может Напасть В любую Секунду Ну Вышел Мишка Попал Хорошо Два раза Стрельнул Можно Конечно Было Больше Стрелять Но Не хочу Собаками Доберем Ну все Он лег По-моему Не понял Чего не понял Чего не понял Сейчас собака Дождется Дмитрий Участников Охоты Снимают С позиции Филип Филип Выскочил Да Спасибо Все видел Сюда выскочил Да Я тебе по рации сказал Чуть-чуть Возьми Проверь Он там На меня Вышел Я ему Вот так И он сюда Сыганул А где рации Ты меня слышал Нет Не слышал Я стуками Убрал Сейчас Озел Он стоит На меня Смотрит Снимем 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 Стал Давай Отсюда И потом Тебе Тарация Чуть Чуть Лег Азарт Ко мне Не знаю Что лег Он здесь Походил Лег Да Он где Выскочил Он вышел Прямо Вот здесь Да Точно Вот Вот этот Точно Я его Таня Что сделал Вот так Дорогу Вот так Врач Чтоб туда Не ушел Я там Сидел Я знаю Что там Гурт сначала Прошел Я вижу Точно Сейчас Медведь И слышу Слева Уже Гурт вот так Вышел А медведь Вот здесь Где-то Дышит Такой Уставший Я вот такой Встал Примерно Вижу Его Так Мельком Давай Отсюда Я тебе По рации Чуть Право Я думал Он здесь Где Он нормально Выскочил Хорошо Там Не слышал Я ничего Там не было Ничего Там хороший Мишка Подолк Двух Три годовой Ну два Три годовой Ша Хази ша Ша Шотсот метров Или эхо Доносится оттуда И они туда Ушли Как бы Я свищу Видать И эхо Уходит Туда От нас Шестсот метров Да Они с Алиханом Они недалеко Они с Алиханом Видишь Они бегут В другую Стоя Уже Семьсот И идут Сюда На выстрел Они с кем-то Может За кабаном Собаки Не охотятся Я их отпускаю И пошел один Тишина Спокойствие Если выстрел Значит там кто-то есть Либо следы Либо еще что-то А тут видать Столько медведей Они с кабаной Все Они просто Стреляют Со всех сторон Они за одним Бежали И другое Где-то Выскочил Ногой Зачем столько Поближе Где-то Выскочил Километр Семьсот Тридцать Они уже почти Там Они скорее всего Уйду туда Они срочно Они за речку Не перешли Еще Нет Они по шалашке Идут Шалаши Если по шалаши Идут Они справа Идут Да От нас Значит они По черной Шалашинке Вершая Направо Подвинутся Они сейчас Сходят за ним Кину В зависимости от Иногда Бывает 20 километров За ним За ним Идут Лайки Обычно Так далеко Не уходят Лайки За медведем Уходят 20 километров 25 Они уходят Вам спасибо За такую Охоту За гостеприимство Собаки Ушли За другим Медведем Больше Ждать Нельзя Охотники Отправились Добирать Медведя Самостоятельно Точно Не ясно Где он Слетел Вниз Под горку Вся Команда Вереницей Прочесывает Этот Участок Леса Когда он лег Нет Я слышал Его Он скатился Ну как Скатился Он пробежал Вниз Скатился Или скатился Или пробежал Не знаю Хруст И все И потом Затихло Все Нашли Медведя Добирать Не пришлось Ну вот Это Сколько Килограмм Медведь Килограмм 70 Упал В кустах За 250 Метров От попадания Ну вот Ребята Такая Получилась Охота Медведь Как по Приказу Вышел На меня Вот Ну это Два с половиной Года Небольшой Не трофейный Конечно Не решила На тебя Вигнали Он вышел На меня Ты тоже стоял Не надо Завидовать Ты тоже стоял На тебя Не вышел Слава богу Что вышел На меня Потому что Мы стояли С оператором И соответственно Вот добыл Добыл я Этого Медведя Дистанция Для выстрела Была Где-то 20 метров Примерно Два Выстрела Произвел Но он Еще Скатился Где-то Метров Наверное Сколько Тут Метров 200 Он Еще Ушел Вниз Ну Где-то Катился Где-то Шел Медведь На рану Силен Не стал Я его Третьим Стрелять Хотел Чтобы Собаки Поработали А собаки Ушли За 3 Километра За другими Медведями Медведя Тут Очень Много Не понимаю Либо за Медведями Либо за Кабанами Ушли Три с половиной Километра Уже Спасибо Ребятам Местным Чеченцам Которые Здесь Все знают Соответственно Хорошо Загнали Что Выгнали Прямо До Меня Так что Спасибо Господи Спасибо Всем Круто Короче Я доволен Настроение Хорошее Но у нас Еще Будут Загоны Поэтому Не переключайтесь Поехали Дальше Друзья Реклама Помогает Платить Хотя бы Какую-то Часть Зарплаты Операторов И Монтажеров Сегодня Я хочу Вам Представить Вот Такой Ошейник Производства Китай Я его Сам Испробовал Повторюсь Эти Ошейники Очень Хорошо Работают Чтобы Не Потерять Собаку Они Просто Страхуют От Того Чтобы Ты Собаку Всегда Найдешь Он Работает Где Есть Сигнал GSM Но Вот Сейчас Я был Даже Южной Осетии И Там Тоже Он Работает То Я Прицеплял На Собаку И Потом В Трекере В Телефоне Удобная Программа Просто Показывает Где Находится Собака Если Собака Заблудилась Она Все Равно Выйдет К людям И Соответственно Вы Ее Всегда Сможете Отследить И Найти Ошейник Стоит Всего Лишь Четыре С Половиной Тысячи Но По крайней Мере Он Работает Это Гарантия Того Что Вы Вашу Собаку И Главное Что Она Работает Хороший Ошейник Он Все Поставляется В Комплекте С Этим Устройством Очень Легко Разобраться Просто Качаете Программу И Подключаете Ошейник Ссылку Оставлю В описании На Производителя Товара Стоимость Повторяю Четыре С Половиной Тысячи Рублей Горный Густой Лес Большая Удача И Высокий Профессионализм Загонщиков Что Медведь Вышел На Дмитрия Не Успев Насладиться Моментом Удачной Охоты В Труднодоступных Горах Чечни Дмитрий Начинает Сильно Переживать За Собак Много Вопросов Где Что За Зверь Справится Лес Собаки Заработали Километре Пойдем Это Может Кабан Может Все Что Угодно Надо Бежать Собаки Уходят Все Дальше Необходимо Вернуться К машинам Машину Спустили И Вон там Где-то Зала Славили Кого-то Облаивали Парни Ушли Сейчас Они Где-то Вон там Лаяли Они Ушли За ними Вниз За собаками Да А ты Не видишь Сейчас Мне надо Охотники Приняли Решение Двигаться За собаками По навигану Нельзя Допускать Потерю Сигнала С ошейником Собаки Ушли На Три С половиной Километра За Медведем Сейчас Вот Мы Спустились Где-то Немного И Оказывают До Собак Четыре С половиной Километра Четыре Шестьсот Тридцать И Связь Теряется Да Вот Даже С антенной В горах Теряется Связь Небольшие Получается Расстояние Где-то До Пяти Километров Вот Уже Ближе Стали Вот Появилась Связь Четыре Пятьсот Девяносто Собак Выстрел Воздухе Связь Дают Собакам Понять Где Хозяин Куда Двигаться Дальше Зверюша А где Зверя Зверя Иди Ко мне Зверя И Луна Вышли На Дмитрия Азарт Следом За ним 300 метров Он опять Какого-то Медведя Нашел Либо Он шел С медведем И опять Ушел Туда Зверя Молодец Молодец Где ты у меня Зверюша Луна Ай Молодец Молодец Пришла Ай Молодец А он не один Это он Либо медведя Либо кого-то Печухал И за ним Побежал Да А вот Обратно Туда Пошел И влево Куда-то Уходит Сейчас Луна И Зверька Вышли К охотнике Азарт Не дошел Пару сотен Метров И шмыгнул Обратно Азарт Уходит В другую Сторон Охотники Возвращаются К машине Чтобы поехать За ним Но все Идет Не по плану Спустило Колесо Благо было Запасное Срочно Меняем Его Азарта Необходимо Снимать Начинает Темнеть Он уходит Все дальше От охотников Если не вернуть Его Придется Ночевать В лесу Короче я думаю Что с азартом Он уже У меня Работает Часа Наверное Четыре Пять Короче Гоняет Это Так мы Она шла К нам Сюда А мы Думали Что они Пустые Уже Идут Оказалось Что они С ними То есть Мы Давай Стрельнули Там Заговорили Он Раз Влево Эти Вот 300 метров Оставалось Медведь Подранок Шаг Одного Подранил Сейчас Я не знаю Как его Снимать Да Левее Он прошел Кров Нормально Кровоточек Да Левее Вот Где-то Твоего Медведя Оттуда Метров 300 Левее 6,5 Короче 6,5 Да Черная Черная Шалажа Он Короче Вправо От нее Ушел Где-то Метров На 500 На 700 Да Метров На 500 Но он Не один Он За ней Идет Вот Я и говорю Где мы Были Туда Он Вышел Азарт Работает По реке Дмитрий С товарищами Едут Туда Даже Спуститься К реке Показалось Тяжелым Испытанием Опять Уходят Далеко Были Полтора Километра Уже 1750 1817 820 1830 Уходит Опять Вверх Короче Медведь 8 часов Уже Нам Голову Морочит Азарт И главное По речке Ходит Зад Вперед Уйдет На 3 На 4 Километра Азарт Его Видать Возвращает Или Сам Он Так И вот Сейчас Уже Мы Отемняли Сейчас Опять Он Полтора Километра Идет Сюда Попробуем Сейчас Стрелить Азарт Азарт Гонит Медведя Прямо На Охотников Они Выключили Фонарики Оружие Направлено В пустоту Вот Он Азарт Вышел Один Уставший Мы Ждали Ты Мой Хороший Ты Мой Молодец Азарт Ну Ты Что Потерялся Потерялся Он Потерялся Думаешь Ну Он Бегал Кабаны Ходят Ножа За Кабанами Нож Бегал Нет Нет Я думаю Что Он Бросил Вот Как Сказать Последний Момент Вряд ли Он Потерялся Мог 45-50 Наверное Ходил Он Не Мог Потерялся Он Нет Смотри Он Как Он Своим Следом Шел Допустим Своим Следом Идет Потом Раз Обратно И Еще Он Лает Понимаешь Как Я Тоже Вижу Это Все Да Миллион Вопросов Гоупрошки Нет Пак Что Он Работал Да 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 Пак Что Он Нашелся Это Слава Богу Так Целый Ты Только Завтра Наверное Умрешь Даже Как Петрович А Собаке Петрович Приехал К Давиду Говорит Собаки У тебя Нерабочие Потому Что Устали Уже Приготовился Что Вот 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 Сейчас Видят Ты Слышишь Да Чук 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 Азарт В общем Шлепал Я Я Я Увидел Думал Шорны 9 часов У нас 7 В 10 Если Это Что 9 часов Он Работал Обалдеть 9 часов Собака Работала Азарт Ты Молодец Ты Молодец У меня Пойдем Сейчас Как-то Надо Подняться Сегодняшний День Запомнится Надолго Невероятные Виды Добрые И душевные Люди Добытый Медведь И Поиск Собак Можно Ехать Отдыхать Опять Потом Он Раз На 1800 Короче Ну В смысле Километр 800 2300 Короче Потом Опять Раз Подойдет Как бы Потом Влево Уйдет Куда-то Потом Залаял Короче Он Видать Это Остановился Нет А Медведь Да Да Остановился А Ну Все Понял И Потом Мы Уже Все Приготовились Я Болочку Развернул Как бы Ильяс Своего Дела Успешная Охотка Но Это Не Самое Главное Что Охотники Познакомились С такими Искренними Душевными И Гостеприимными Охотниками Продолжение следует...